Здравствуйте! В эфире программа «Трибуна» в студии Владимир Нестеров. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя Комитета Сайта Федерации по Конституционному Законодательству и Государственному Строительству Людмила Бокова, сенатор от Саратовской области. Людмила Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, вы педагог по образованию, более того, педагог-практик, и в Совете Федерации всегда выступали за активное внедрение современных технологий в учебные процессы, поднимали вопросы информационной безопасности в школах. На ваш взгляд, какая будет школа будущего с точки зрения внедрения современных технологий? Какой бы вы ее видели? Ну, здесь, наверное, можно бесконечно фантазировать. Я знаю только одно, что в школе останутся всегда два главных человека – это учитель и ученик. На этом строится школа, на этом строится, собственно говоря, процесс передачи знаний. Информационные технологии являются инструментом, они являются средством, которые, скажем, помогают приобретать эти знания, ускоряют этот процесс, визуализируют их, дают возможности для развития, может быть, более нового представления об этом мире, в том числе и с точки зрения развития информационных технологий. Я считаю, что любой виртуальный тренажер сегодня позволит посмотреть на макет, не просто макет строения клетки, а позволит увидеть как живой процесс его. И, конечно же, процесс обучения с информационными технологиями становится более захватывающим, более интересным, более жизнеспособным, то есть визуализированным. И в этом отношении, конечно, плюс в сторону информационных технологий. Но и вместе с тем, конечно, нужно понимать, чтобы не перегрузить сам образовательный процесс, само живое общение информационными технологиями. То есть нужно в меру реализовывать их и исходить с точки зрения целесообразности. Ну и, конечно же, сегодня, наверное, любой родитель ощутил, что такое электронный дневник, учитель ощутил, что такое электронный журнал. Это действительно сегодня позволяет обеспечить процесс обеспечения жизни школы, тот, который был в бумажном варианте, сейчас он в таком формате. Или там оплату услуг столовой, безопасный проход через школу. Конечно, это все действительно достойно уважения. Но и есть, конечно, моя мечта, чтобы еще вот эта вся информатизация на более высокий уровень вышла. То есть чтобы появилась у нас облачная технология в школе, чтобы это было действительно без разрыва. Не автоматизированный процесс, а именно информационный процесс. Ну, я думаю, что мы хороший темп в этом отношении набрали. У нас есть хорошие положительные примеры реализации этих процессов. Есть примеры в других странах, которые мы тоже изучаем и тоже, собственно говоря, пытаемся реализовывать здесь, в Российской Федерации. Я думаю, что за этим, конечно же, будет будущее. Ну, давайте продолжим с вами эту тему. Сейчас очень много говорят о целесообразности единого госэкзамена. Уже много, относительно много лет идет этот, ну, уже даже нельзя называть экспериментом. Это уже реальность, в которой мы находимся. Как вы считаете, надо ли продолжать эту реформу или уже вот ЕГЭ в том виде, в котором он сейчас, он вполне себя оправдывает? Ну, уже, да, более 10 лет мы находимся в этом процессе. И, конечно, по сравнению с тем моментом, когда только-только начинался этот весь процесс, были свои сложности с подготовкой контрольно-измерительных материалов и, собственно говоря, с доставкой, со списыванием и с уровнем подготовки детей. То есть во всех форматах эта тема, конечно же, она обсуждалась. Но я считаю, что вот за тот период времени, тем не менее, произошел ряд хороших попыток совершенствовать эту процедуру и сделать ее действительно прозрачной и решающей основную задачу. Это создание конкурсного отбора при поступлении в высшеучебное заведение. То есть не два раза фильтровать наших детей, да, а именно один раз, чтобы это стало моментом именно поступления в ВУЗ. И здесь, конечно, то, что вводится и право выбора, каким образом задавать, в каком формате. И формируются вещи, связанные с, скажем, отказом, да, если он не нужен для поступления в высшее образовательное учреждение, то есть нет намерения, то зачем это делать. То есть множество таких хороших объективно-демократических шагов было в этом отношении предпринято. Ну, я считаю, что это только благодаря тому, что система управления этим процессом и родительская общественность, детская общественность, они, наконец-то, услышали друг друга. Насколько он совершенен, вопрос, конечно, дискуссионный. Насколько он дает возможность оценить всесторонние ребенка, конечно, далеко не так. Насколько он преломляем в конкретно взятом ВУЗе, тоже далеко судить об его объективности, конечно, в данном случае не приходится. Поэтому, конечно, нужно искать некие параметры, которые действительно позволят приходить в ВУЗы мотивированных участников, мотивированных студентов, абитуриентов. Тогда, наверное, вот эти все проблемы, как это все создать, не будут, скажем так, насущны. Потому что сегодня я вижу попытку из единого государственного экзамена сделать такую палочку-выручалочку для всех проблем, которые существуют. Сегодня как раз все стремятся к чему? Для того, чтобы попасть в высшее учебное заведение, на бюджетные места. И, соответственно, это единственный инструмент, который это позволяет. То есть он не конкурирует именно, а позволяет стремиться только к сфокусированной цели. И неважно, какие средства и методы я для этого использую. И если есть вот такие обходные моменты в достижении этой цели, конечно, они будут использованы обществом. Здесь уже не запретишь. Надо только думать о том, чтобы это не стало самоцелью, а стало таким достижением. Почему этого нет? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, нет хорошей объективной информации о востребованных профессиях в нашей стране. О том, что действительно, если я получу эту профессию, я точно знаю, что я буду работать. И эта работа будет мне в удовольствии. Это действительно работа на совершенствование своей специализации. То, что у нас на сегодняшний день, может быть, возможности, скажем, нашей системы получения, доступности, точнее, получения системы высшего образования, она слишком может быть доступна. Потому что такое количество вузов на каждом углу практически, да. Естественно, должна быть жесткая, более жесткая конкуренция, более жесткий вектор в этом отношении. И высшее образование мотивированные люди должны пойти. Сегодня, слава богу, сделана попытка создать привлекательность рабочих профессий, которые востребованы. И среди них почему-то оказалось инженерное. Но я очень рада, что занялись именно этой плоскостью. Потому что действительно это необходимая вещь. Я думаю, что это со временем, может быть, нивелирует те недостатки, которые есть в системе единого государственного экзамена. Ну и в душе надеюсь, что, может быть, мой ребенок с этим не столкнется. Людмила Николаевна, у нас в рамках нашей передачи «Трибуны» существует рубрика «От Камчатского края до Калининградской области», которая посвящена развитию внутреннему туризму. И мы всех наших гостей спрашиваем о том регионе, который они представляют в Совете Федерации. Вы, сенатор от Саратовской области, расскажите для наших слушателей, что хорошего и интересного предлагает Саратовская область нашему российскому туристу. Наше основное достояние – это Волга, река Волга. И, соответственно, достаточно большое количество санаториев располагаются именно на побережье. И замечательно то, что в такие жаркие сезоны Волга создает благоприятный комфортный климат как раз-таки. Это, конечно, используется. И совсем недавно у нас был презентован туристический атлас Саратовской области, где указаны туристические маршруты, которые можно посетить и найти для себя совершенно разного характера увлечения, либо какие-то знания вую базу получить. То есть это начиная от сельского туризма, заканчивая, конечно, такими экстремальными видами спорта. Поэтому, наверное, так же, как и все субъекты Российской Федерации, используем то, что щедро наградила природа, и плюс инициатива жителей, которые это все могут хорошо, очень комфортно сделать, создать условия для того, чтобы можно было посетить и приехать. Ну, раз вы сказали Волгу, значит, рыбалка у вас точно замечательная. Конечно, рыбалка, но и вообще, в принципе, Волга достаточно щедрая на природу, на экзотику, и не побывать там просто, вот я считаю, что это не увидеть и не почувствовать настоящей такой центральной России. Презентован совсем недавно археологический памятник, первый город, собственно говоря, один из первых городов, Монгол, раскрыт уже, собственно говоря, его достояние как археологического памятника, это город Увек. Тоже очень интересное, увлекательное, информативное такое посещение для людей, которые любят, интересуются историческими эпохами, которые были на нашей территории представлены. Ну, и я в прошлом, как человек, который занимался археологическими раскопками, могу сто процентов сказать, что у нас таких диковинных находок огромное количество. Причем одно из последних было очень удивительных, то, что на территории Саратовской области найдены предметы причерноморской культуры. То есть насколько такие большие расстояния все-таки в прошлом были доступны. То есть люди ездили, посещали, изучали, наверное, то, что и сегодня действительно представляет такую особую ценность для нас, вот посещать, изучать и познавать. Людмила Николаевна, большое вам спасибо за то, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И я напомню, что у нас в гостях была Людмила Бокова, сенатор от Саратовской области, заместитель, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. А с вами был Владимир Нестеров. А с вами был Владимир Нестеров.